Дорогие друзья, всем доброго времени суток. В нашей группе произошло большое событие, 2000 подписчиков. Восьмой дубль. Восьмой дубль. Всем большое спасибо, что вы с нами. И вот по случаю такого, можно сказать, праздника мы выкладываем по одному видео из каждой из наших рубрик. В том числе даже из старых и давно заброшенных. И начнем мы с шахматных рекордов. Сегодня у нас по плану самый быстрый пад в практической партии. То есть скажу, что на самом деле есть какая-то составленная партия искусственная, в которой пад был на 17-м или на 16-м ходу, но вот в реальной практической борьбе, как вы видите, на 27-м. Ну и сейчас вкратце быстро пролистаю партию, потому что суть рубрики не в этом. Крилл что-нибудь скажет. Да, я очень рад этому событию. Очень рад ходу Б4. Да, то есть белые играли радостно. Ну, пару слов о соперниках. Оба, в общем-то, итальянские шахматисты, относительно безвестные. Если честно, я не знаю ни того, ни другого. Да, и белые сыграли вот этот вот. Ну, вряд ли корректный гамбит. Слон-Д7. Внимание, уже 4. Белые нападают на коня, слон-Д7 такая вот косвенная защита. Потому что теперь уже можно взять на Б5. Ладья на 8 защищена ферзем. Ну, в общем, белые играли че-чего резко и получили худшую позицию. Ну, строго безнадежную позицию, наверное. Чёрные добились всего, чего только можно мечтать. Французская. И вот тут белые придумали очень красивую патовую ловушку, в которую чёрные попались. Ну, должен сказать, что это, в общем-то, не обидно попасть в такую по красоте ловушку. То есть, я практически уверен, что если бы я играл бы чёрными, тоже пошёл бы на этот вариант. Тоже земнул бы ход ферзя в 8. То есть, белые пошли конь Е1. И, кажется, дают чёрным возможность провести здесь красивую комбинацию. На самом деле, конечно, чёрные получают выигранную позицию после любого хода. Например, слон-Д6. Самая надёжная. Ну, в партии было слон Е4 и Ф3. Тут чёрные на свою беду увидели возможность. Ладья бьет Ф3, конь бьёт Ф3, слон бьёт Ф3. Кажется, чёрные земнули ладью. На самом деле, конечно, нет. Потому что на Ф3 следует Ф3 Д2, а Ладья отыгрывается. Однако, играющий белыми шахматист Марио Сибири здесь посчитал дальше. Потому что после короля Ш3 и Ф5, белые исполняют потрясающий по красоте ход Ф8. То есть, чёрных вынужден на доске пад. Приятно. С тремя пешками. Что само по себе очень редкое событие. Мы говорим уже о том, что 27-й ход. Очень красиво, кстати. Я думаю, вам всем понравилось. Ну и на этом спасибо за внимание. До новых встреч. Всем спасибо.